К песне Елены Фроловой «Апостол день» Алексей Лазарев присматривался долго. Автор писал это имени женщиной, и переделать слова для мужчины-исполнителя у Алексея не получилось. Но музыкант все же решился на исполнение. Это дорога в жизнь, только держись. При выборе композиции Алексей дает предпочтение тем, которые становятся отражением его внутреннего мира. На концерте молодой бард исполнил песни известных поэтов и композиторов. Песня Елены Фроловой стала неотъемлемой частью репертуара музыканта. Мне нравится ее песня за то, что они очень открытые, искренние. Мне кажется, в бардовской песне это очень важно, когда песня именно пытается заговорить, во-первых, с самим исполнителем, а во-вторых, со зрителем. В третий раз концерт завершил цикл мероприятий «Серафимовских дней» в нашем городе. Если в прошлом году в программе были выступления православных и светских хоров, то в этом году организаторы решили погрузить зрителя в разговор души с душой. Название «Радость моя» – обращение батюшки Серафимы ко всем людям. Этот концерт, конечно, посвящен любви. Любви в самом сокровенном, глубоком смысле. Бардовские песни исполнили воспитанники ЮКАП «След» и ансамбль «Настроение» пятой школы, а также гости из Нижнего Новгорода. Висбор, Акуджава, Лора – стихи и музыка этих авторов проверены временем и актуальны даже спустя годы. Концерт авторской песни – это прежде всего общение посредством песни. Это беседы исполнителя со слушателем. И когда из души откликается эта беседа, совершается встреча друг с другом в сердце, вот и достигнута цель. Лирические, православные, патриотические юные музыканты и вокалисты исполнили для любителей авторской песни и новые композиции, и, конечно, полюбившиеся произведения известных бардов. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.